На блокноте была тиснённая надпись по-русски «Записная». В ней было 46 страниц, из них 28 записанных на польском языке. Автором записной книжки является один из 29 тысяч евреев, узников Гродницкого гетто, скрывавшийся вместе с пятью соплеменниками на чердаке в работе с домов. Имя автора неизвестно. Предположительно, ему было около 40 лет. Его записи обрываются 8 апреля 1943 года. 17-е. Моё возвращение. Я сирота. У меня нет ни жены, ни детей. Вначале мы задумывали её как показ фотографий, чтобы звучало аудио. Но выросло то, что выросло, и делали мы крайне быстро. Было сделано это за неделю. Я сейчас работаю на обстройке книги, и у меня все воспоминания поляков, евреев, всё так перемешалось. Но я в теме, как говорится. Я старался жить в своём роде. Наверное, что-то получилось. 24-е. Это тема мало того, кого, я думаю, оставляет равнодушных. И вот эта дрожь, это переживание, этот драматизм, я думаю, он делает нас лучше. Уже три недели, как я не видел хлеба в убежище на чердаке. Здесь сделана небольшая парашивая крыша с маленьким входным отверстием. Треугольная форма с одной стороны, с другой конец пирамиды, длина которой 4-5 метров. Тут живут четыре дорослых и двое детей, разом шестёрых. Две женщины, двое мужчин, одна девочка пяти годов и один хлопчик семи годов. Мы живем на годованной эстраге два раза в день, у колькости двух малых жигунков, разных круп, гороху, фасоли, сочавицы, проса, какие уже заканчиваются. Сухарям относимся как бриллиантам. Я привожу в порядок вещи и одежду в целью пойти в любой лес. Только жалко оставлять сестру уже на сыре. Что тут робить? Сам не видуете, родовать житё себе самому, чрезыкнуть и взять их с собой. Слишком тяжёлая эта борьба. Страшно, особенно на момент, когда последнее предложение, где он говорит о выборе спасения собственной жизни или спасения людей, с которыми он живёт рядом. И очень сложно, на самом деле, мне, как человеку, который живёт в мирной стране, в достаточно мирное время, представлять всё это. И даже пытаясь это представить, мы никогда не сможем почувствовать, надеясь, что не сможем почувствовать и понять всего этого на самом деле. Двадцать седьмое. Сегодня шесть недель, как убили мою Тосиньку. Сегодня пошёл первый дождь. И мне снилось Фей и Ленка. Я так расчувствовался, когда поздоровался с ребёнком, которого так давно не видел, и когда сказал ему, что Тоси, его сестра уже мертва, что проснулся. Я ходил по ладу и езжу, Знаешь, робот, и помнишь, как бы. Рабошие пробираюсь, Плануем поистим свет. Жопят стыднем, я тут, Неволен, немытый, изглосен. Тройчим день, Отговорваю, кадеш, за душу Тосинки. Подшинаю веры святое, Что Феля с Генником Нете, живуть, Так, як я. Капаю могилу для ребёнка, Дебя твёрдая, Синь нет, Не похоряю. Что касается жены Ферри И сыночка Генника, Спорное известие. Может, Они спаслись и живы. Тут, находящийся, У гэтом, не отреставрованным Найзале, Просто, Отчувание идеи, Як в таких умовах, Подшаг с изнования Генка, Жили у им, Ягонные жихары. Восьмое, Не присоединился сон. Я ходил по Гродно, Поразовшим мостовой, Без жёлтых ладок. Был солнечный день там, Гуляли сплошь евреи с детьми, Мужчины, Женщины, Все без ладок, Без колючей проволоки Генка. Ходит весело, Улыбаясь, прогуливается, Свободный отмучитель, Которого видно и нет. Из 25 тысяч евреев Было так мало видно, И назад в Генка я не ходил. Но я очень рада, Я буду доволен. Пусть был сон сбылся. Меня привело в Восток в то, Что ему снятся сны, Прошлые, Мужчины, И все они радужные, Все они хорошие, Все они интересные. Обратите внимание, Он ничего не пишет О тех страхах, Очевидцем которых он был. Второе. Опасный, Потому что угрожал жизни, Поход за картошкой, Спрятанной и закопанной в подваре. И туда дошла ревизия. Стена разбита, Нашли ли кого не знают. Мне снилась, Что я пахавал Нейкага невядомага Мне мужчину Иншей национальности. У нас з'явилася Два литры воды, Бульбы няма. Аховы, Змешанная Змясцовой полиции, Крыху слабейшая. Дождь, Церусить, У день и у ночи, З невеликими Перапынками, Аля, Шастя, Сабрать воды няма. На дворе Паскудная, Холодная, Моцный ветер, Яки высушивая воду. Да, Странно Слушать В наш Такое Вот Богатый Богатое Время Про то, Что люди Собирали Воду Про то, Что Какой-то Другой Национальности И Слава Богу, Что у него Два литра Было воды Да, Картошки Нет. То есть Это Нам сейчас Не вообразить, Но Это существовало Когда-то И Я просто хочу, Чтобы Все Чувствовали Сытость Мир над головой И Это было Всего лишь Прошедшей Ушедшей Историей Четвертое Воскресенье Снова Ищут Сердце Стучится В Аки В Кулае Но Сердце Чувствует Также То, Что Пробежается К концу И Очень быстро Он Разменит Душа Треба И Мужчер Зрызыковать В этом Тгодни Мам Огонет Цыпца И двойка Дети То Может Несчастье Лук Счастье Не Милюю Счастье Три Тгодни Уж Киткокротни Ми Зато Остатним Часом Ушах Дзвонил Мавиам Собие И Вежим В то Мocно Что Фара С Хэнкин О мне Муви Сними Сем Фара И Хэнкин Мы готовим необходимые вещи Которые хотим забрать с собой При спасении И выходить на свободу В лучшей жизни Сегодня холодно Сильные дети Мы даже две года Неверно Снова Включение у нас Слава Богу Пошлось Микли Вместе Чегось Такего Не может Человеков Такого Розу Проход Незалежно От Вызнания Народовости Я хочу Заразу И до Наш Богу И Поехали О Картошки Здорово Быть Сверх Уже Пять Недей Я тут Болитый Неумытый И Зарош Мне снилось Что я ходил Свободной По одной Из улиц Кракова Хотя Бачу Корняков Яны Не Бачили Али Ничего Мне Не Заробили А циля Снилось Что я Она Так Сам Была Свободна И Принесла Нам Збан Молока Поветранная Тревога Таких Было Уже Некольки Пироважно Уночить Сегодня Была Удень Короткая Папереда Дни Была Тружит Довжейшая Циля Продавала Подушку Одной Габры И казали Ей Перейти На тротуар Ходник Бо Уже Никога Няма Что Яна Изробила Я Сыночку Так Сам Снилось Что Ё Свободны Был Городи И Дяг Рад Баты Не Пребывая Тихо У нас У Городи Мне Велик Подавалось Такие Коротенькие Отрывы Чек Бо Ей Можно Убачить Что Кожаному Удельнику Кожаному Зухару Гэта Места Гэта Гэта Ховнки Снился Что Эны Свободны Я Снили Гэта Снил Амань Кожан Нот Что Эны Свободны И Мне Сдаётся Что Гэта Вельми Тяжко Желать Себе Свободны Тольки Во Сне Нашел Грач Волгар Сильная Храна Дважды Пробила Принести Снизу Спрятанная Воду Картошку Не Получилось Бабушка У меня У доктора Стирала Бельё У доктора Была Внучечка Малка Девочка Моего Возраста В то время Нам было Четыре года Пятый год И вот Завсегда Когда бабушка Уже Обстирается И брала Со мной Меня С собой Мы Завсегда Ходили Вот Улица Улицкого Она Когда-то Была Сквозная До речки До Ленина Площади Там Была Редакция Даже Внизу И Мы Ходили С бабушкой С этой Девочкой Они Меня Одевали Такой же Сам Фартушек Надевали Как Своей Внучечке Я Была Светлого Волоса Она Была Черненькая Кучеравая Мы Были И Мы Были Как Две Этого Ребенка К Себе И Вот Когда И Гнали Всех Строе Ну С гетто Возить На Поезд И Этот Ребенок Мама Была Со мной Вместе Еще Сестронка У меня Младшая Была Мы Были Стояли В этой Колее Людей На Тротуаре И Он Этого Ребеночка Толкнул К нам Девочку Эту Мама Ее Хватила И Достали Уходить Может Чтобы Мы Не Уходили То Может Это Дитя Молчало А Когда Мама Двинулась Взад Чтобы Уйти Чтобы Она Как Увидела Что Отца Нет И Крыто Наделала Вырвалась И Побежала Что Мама За Своих Детей И Скорее Худ Потому Что Думает Сейчас Положат И Так Это Бедное Дитя Отец Взял На Руки И Понес Ее Дальше Вот Такая И И Моей Память С Такими Испытаниями Можно Сойти С ума А может Я Уже Сошел Сам Не знаю Иногда Со мной Что-то Происходит Я Впадаю В Лом Коле Потом Плач Спазмы Тысячи Разных Мыслей Иногда Пробудает В моей Головой Коли Людей Забивали Просто Коли Я Не Не Краин Того Что Они Были Нейшие Национальности И Нейшие Формы Нос И Нейшие Формы Голова Это Так Страшно Листья Лететь Золотое Кашляны Жалые Сорудня Побуденькая Стерь Сы И Дем С тобой Я И Ты А Устов Шашина Эндуру Лежать Под Землей Рады Это Яны Гэта Гродна Гэта Гродинские Ширы